Всероссийский фестиваль-форум «Уникальные люди» прошёл в начале декабря в Центре культуры и отдыха города Иваново. Это мероприятие прошло в областном центре не в первый раз, но в этом году его география вышла за пределы области. Участники съехали с разных уголков России – из Московской, Самарской, Ленинградской областей, Твери и Дзержинска, ну и, конечно, из Ивановской области. Надо добавить, что проект «Уникальные люди» выиграл президентский грант, и средство решено было потратить на организацию Всероссийского форума, на питание, проживание гостей фестиваля, на организацию конкурсов и призы. В финансировании приняли участие и спонсоры. Особенностью этого форума стало совместное участие в проекте «Здоровых детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья», «Инклюзивные танцы, вокал, художественные мастер-классы». Творческие номера участники показали в жанрах народной и современной хореографии, бального и уличного танца. В номинации «Современные танцы» принял участие и фурмановец Андрей Запрудин. Он посещает полустационарное отделение социальной реабилитации инвалидов при Центре социального обслуживания. Под руководством заведующей отделения Мариной Юрьевной Трофимовой он подготовил танец и выступил в образе Майкла Джексона. Его номер был по достоинству оценен и зрителям, и членами жюри. В итоге в своей номинации Андрей стал лучшим и получил заслуженную награду диплом лауреата первой степени. Андрей у нас танцует, импровизирует на мероприятиях, на спортивных, на творческих. Он везде у нас танцует. И однажды я подумала, что неплохо он справился бы с образом Майкла Джексона. У меня как раз дома была шляпа для этого, да. Потом мы сшили костюм и начали заниматься, тренироваться сами. Смотрели видео с тобой, да? Да. Занимались в этом зале перед зеркалами. Все получалось. А вы поклонниц Майкла Джексона в свое время? Нет, я не была поклонницей. Ну, просто он такая яркая личность. И, наверное, как-то, может быть, энергетика какая-то схожая была с Андреем. Почему-то у меня такое видение было, да. Первый раз танец показал он на фестивале в городе Родники. Да, да. Летом, да. Тогда произвел такой фурор. С ним все фотографировались, да. Практически брали автографы. И тогда мы подумали, что мы попали в образ и стали продолжать развиваться. Развиваться. Подумали, что мы туда пройдем. Там большой очень отбор был. Больше сотни людей. По-моему, 700 было заявок. Да. Да, со всей страны. Это всероссийский фестиваль. И нам пришло приглашение. Вечером была церемония награждения. Мы удивились. Мы не рассчитывали, что мы что-то займем. Мы поехали попробовать. Были очень удивлены, приятно, что сразу в первый раз диплом первой степени. Да, у нас уже готов новый образ практически. Мы пока в секрете это держим. Это будет очень интересно тоже. Это его энергетика. Это его будет танец следующий. Марина Юрьевна рассказывает, что Андрей пришел в отделение социальной реабилитации год назад. Он светлый, добрый и талантливый человек, добавляет она. За этот год он стал более общительным. А что касается танцев, то танцевать Андрей любил всегда. И на конкурс ехал только за победой. Но вы думали, что займете со своим танцем первое место? Да. Я так и хотел. То есть вы шли за победой? Да. И будем подготовиться заниматься. А потом закончим, мать язык, будем санитарно заниматься. Конечно, нельзя не сказать и о сценическом костюме. Шляпа, перчатки, галстук, пиджак, который помогла сшить мама Марины Юрьевны. Кстати, ткань была приготовлена ей на новогоднее платье. Но, конечно, конкурс важнее. А сейчас Андрей готовит еще один танец. Репетирует, отрабатывает движение, чтобы вновь удивить. С пожеланиями успехов Светлана Баварская и Валерий Кохов. Фурманов ТВ.